Александр Быков, НТВ Нижний Новгород 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 Александр Быков, 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 Нижний Новгород раз вы этот вопрос задаете. Только что мы ответили. То, что было в то время, это одно, сейчас совершенно другое. Разные команды, разные... Даже страны, по-моему, да, или уже Россия была. Поэтому у нас конкретный матч. Сегодня мы четко изучим каждого игрока и команду в целом. Они получат футболисты информацию. И с этими мыслями правильными завтра надо выходить на игру. И вопрос Александру Головину. Сейчас сборная ездит по разным городам. Это очень здорово для болельщиков. Они собирают аншлаги на всех стадионах. А насколько тяжело игрокам в эмоциональном плане постоянно играть на новом стадионе, в новом городе? Это всегда в плюс? Или это какие-то дополнительные трудности для вас тоже преподносит? Ну, я думаю, что это, конечно, плюс. Мы играем в новом месте для себя, новый стадион. Посмотреть нам интересно. И мы видим, что собираются полные стадионы болельщиков и нас поддерживают. Я думаю, что для нас это только в плюс. Добрый день, Сергей Володин, телекомпания «Волга». Станислав Саланович, Александр, первый вопрос вам обоим. Уверен, что этот вопрос задают в любом регионе, но тем не менее, вы приехали в Нижний Новгород. Как вам Нижний Новгород? Наверное, посмотрели со вчерашнего дня, что-то уже увидели, как вас встретили. И второй вопрос лично Александру. Саш, в инстаграме вашем после матча с Сан-Марина, с Эскфабрегас вам написал, что сборная забила 9, вы не одного. Ждете завтрашнего матча или как, чтобы ответить? Ну, хотелось бы, конечно, ответить завтра, но в любом случае, это была шутка, все понимают, поэтому для меня не так важно забивать, важно, чтобы побеждала команда. Ну, Нижний Новгород нас встретил хорошей погодой. Мы вчера прилетели сразу в гостиницу, поужинали по номерам и отдыхали. Стадион мы видим в отличном состоянии, поле великолепное, убежден, что завтра будет у нас аншлаг, и, соответственно, нам к этому надо готовиться. А то, что касается, что Саша не забил, Саша хороший матч провел, он свои диспетчерские качества проявил. Понятно, всегда хочется и саму забить, но первый гол он организовал, а несколько пирать голевых дал, поэтому завтра, думаю, что у него будет чуть такая же роль, но с маленькими поправками. Спасибо. Еще? Сергей Астахов, Рея Новости. Санислав Саланович, вопрос немножко не по игре. Ровно в 60-м году, 10 июня, сборная СССР впервые стала чемпионом Европы, обыграв Югославию. Вы, может быть, молодым футболистам объясните, что это такое, какова история и как... Я не играл на этом чемпионате Европы. Но вы должны помнить. Я родился позже. Поэтому я это тоже могу, так же, как и они из истории, знать. Понятно, что сейчас отборочные игры идут к необычному чемпионату Европы. И не случайно этот юбилейный турнир по многим городам Европы и проходит. Все об этом начитаны, знают. Первыми чемпионами Европы были мы. Поэтому наша задача не думать о том, что когда-то чего-то... Вот у нас завтра опять очередной барьер, и мы думаем только о завтрашнем барьере, а все остальное, как говорится, потом. Брислав Главин, Russia Today. Станислав Саламович, планируется ли какая-то ротация завтра? Ну, не знаю такого слова. Ротация. Есть завтра конкретный матч. У нас есть игроки, которые кто-то чуть лучше, кто-то чуть лучше, чуть хуже готов. Имеется в виду даже не функционально. Все-таки завтра другой соперник, другие тактические какие-то задания. У каждого свои сильные стороны, как у наших, так и у соперника. Поэтому отсюда будем исходить. Возможно, будут изменения. Сегодняшний вечер нам покажет, потому что медицина тоже свои заключения сделает и даст объективную информацию. Поэтому много нюансов учитывается. Надеемся, что все будут готовы и придется тогда поломать голову. Следующий вопрос. Дмитрий Егоров, Чемпионат.ком. В составе сборной Кипра есть сразу несколько футболистов, которые прошли Академии Тоттенхэма, Матчестер Уинайтед и других топовых клубов. Он немножко отвлечен на этот вопрос, но тем не менее все равно по сборной. Это дополнительные проблемы вообще для российских футболистов. Александр тоже вопрос. Что в молодом возрасте мы не можем, согласно определенным правилам отношений с Европейским Союзом, не можем попадать в топовые Академии других стран. Ну, во-первых, опять же, хороший вопрос. Мы-то знаем, что многие игроки из них прошли определенную школу. Оно и видно по играм, потому что есть обученность, есть определенный уровень мастерства. Ну, мы вечером об этом футболистам укажем и отсюда будем исходить. А то, что касается того, что вы сказали, что у нас из-за того, что европейского паспорта не давили, ну, я не думаю, что это или плюс, или минус. У нас великолепные Академии в Спартаке, ЦСКА, Локомотив, Краснодар, Зенит. У нас тоже в этом плане многое меняется в лучшую сторону. Мы это видим. Вы же видите, сколько молодых футболистов потихоньку у нас в команду вливается в сборную. Это никто специально не делает. Это происходит естественным образом. Поэтому я не думаю, что здесь есть какая-то проблема или зависть. Еще вопросы? Есть еще вопросы, коллеги? Александр Рушинин, телекомпания «Вести» при Волжье. Александру вопрос. Дмитрия Черышева, нашего земляка, нет, к сожалению, в составе. Он сегодня обратился на всю арену к вам. Слышали ли, что пожелал и как относитесь к такой поддержке? Честно говоря, не слышал. Ну, это правильный ответ. Значит бы он отвлекался. А это мне никогда не нравится. Я-то слышал. Я не слышал. Ну, я слышал. Но жалко, что его с нами нет. Это наш один из ведущих игроков. Понятно, что хотели бы, чтобы он был здесь с нами. Но Саши не было в Казахстане. Его нет. То сейчас, ну, это футбол. Один красную получил, другой травму получил. Это такое в футболе бывает. Поэтому еще раз говорю, для нас это важный футболист. Ну и задача команды заместить его так, чтобы мы этого не почувствовали. Спасибо. Александр, тоже вопрос. Есть ли какие-то в голове изменения после года в Европе? Возвращаешься в сборную какой-то совсем другую. Есть ли какое-то другое понимание тренировочного процесса, другое просто ощущение самого себя в команде? И как бы изменилось ли мировоззрение за этот год вообще какое-то? Чувствуешь ли ты просто я типа другой стал? Я год в Европе поиграл, я другой. Да нет, на самом деле особо изменений нет. Просто как-то, я не знаю, можно сказать, более рад, еще больше рад возвращаться в сборную. И только, наверное, в этом плане. А так, я думаю, все так же на своих местах. Заключительный, коллеги, вопрос, если есть. Вопрос Александру. Можно сказать, что в ЦСКА такая армейская банда уже образовалась, молодая? Обликов, Ахметов, Чалов, конечно же. Ну да, видно, что в ЦСКА в основном только молодые ребята есть, поэтому можно и так сказать. Я думаю, что не совсем еще много они там поиграли, ну, времени тот же Ахметов и Обликов, но я думаю, что все впереди. Вопрос. Вопрос. Возможно, я думаю, что это будет сделать. Продолжение следует...